Вы примерно потеряли полтора миллиарда долларов. Не заметила. Мне, соответственно, вот эти рейтинги тщеславия, они мне абсолютно не важны. Вы что, экономы летаете? Говорю, ну да, а чего такого? Почему стратегия Валберес выстрелила? Куши агрессивный вечный скид. Не мы лица, которые принимают решения в компании. И товары в свои ПВЗ доставляют прямиком из ада. Вы много говорите про конкурентов. Со всеми у нас с ними хорошее отношение, кроме Авито. Часто пишут и критикуют Валберес. Блин, пипец, давайте разбираться. Инициатива имеет инициатор. Ты попал в эпицентр такой темы, где ты не знаешь, будешь ты жив завтра или нет. Будут ли живы твои там близкие. И это вот прям, не знаю, покупайте попкорн и смотрите, мне кажется. Очень интересно. Друзья, всем привет. Это Forbes Business Class. Если прошлый сезон мы снимали из автомобиля, в этот раз мы решили ворваться в еще одно привычное для предпринимателей место онлайн-встречи. Именно так должно было начаться наше интервью с Татьяной Бакальчук. Но, к сожалению или к счастью, инфоповоды появляются не по нашей воле. На прошлой неделе вышла новость о том, что Валберес выходит сторонний топ-менеджер для управления компанией. И, конечно, мы не могли с Татьяной об этом не поговорить. А я хочу напомнить, что это проект Forbes Business Class при поддержке платформы для коммуникации Салют Джаз, без которой это интервью точно не состоялось бы. Татьяна Бакальчук – самая богатая женщина России и основательница Валберес. Ее история похожа на сказку. В 2004 году мама в декрете и учитель английского языка вместе с супругом Владиславом решают запустить бизнес по онлайн-продаже женской одежды. Да не думала я, у меня была конкретная задача. Как у мамочки в декрете? Выживать надо прямо сейчас. Спустя 20 лет Валберес занимает второе место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета. Сейчас состояние Бакальчук – 7,5 миллиардов долларов. Но это на 1,5 миллиарда меньше, чем годом ранее. С 17-го места рейтинга Forbes она опустилась на 22-е. И понятно, почему я теперь меньше зарабатываю. Валберес редко надолго уходит из заголовков СМИ. Поводы разные – от забастовок сотрудников и пожаров до вхождения в топ-10 сайтов электронной коммерции в мире. Но несмотря на такую известность, и в Серегале самая богатая женщина России не славится любовью к светской жизни, яхтом и дорогим брендам. Когда ты надеваешь сводч за 5 тысяч рублей, а при этом все знают, что ты можешь себе позволить роликс. В общем, дикая ягода, как писал о ней когда-то Forbes. Когда появилась эта новость, сообщение в СМИ, первая реакция в телеграм-каналах и в некоторых СМИ, что вы устали, что отдаете бизнес или часть бизнеса. Как вы можете это прокомментировать? Могу заявить, что я была, есть и буду главным управляющим органом компании Wildberries. У нас изменения в компании, в том числе увеличение количества сотрудников, уже идет в течение почти года. Ну, сейчас просто дошло до топ-менеджмента. И сейчас я приняла решение, что нам нужно как-то структурировать вот эту всю нашу бирюзовую компанию, потому что не хватает, знаете, вот типа не скелета, а какой-то кристаллической решетки, внутри которой может это броновское движение дальше продолжаться. Я очень хочу сохранить нашу культуру вот этой необычности внутри компании, но при этом хочу, чтобы была простроена четкая структура, четкая организация, привести в порядок все процессы, чтобы мне было легче этим всем управлять. Еще мне говорили, что когда приходят новые люди, вам приходится их перестраивать под ДНК вашей компании. Да, да, такое есть. С Ольгой будет то же самое происходить? Я уверена, что да. Кажется, Ольга такой достаточно состоявшийся специалист, это будет сложно делать. Она состоявшийся специалист, она, я считаю, один из лучших управленцев. И мне за вчера и за сегодня пришло много там, ну не референсов, а как бы поздравлений. И я у всех спрашивала, как вы вот оцениваете наше решение. И мне кажется, что такая классная оценка, это то, что все сошлись на том, что Ольга это действительно очень классный специалист. Но, естественно, да, как вы правильно сказали, состоявшийся и с устоявшимися своими принципами и так далее. Но я думаю, что у нас цели совпадают. Мы хотим делать компанию великой. Она тоже хочет участвовать в этом. Ну, как-то, я думаю, притремся, все будет хорошо. В рейтинге богатейших Форбс в этом году вы заняли 22 место. Слушайте, я рада на самом деле, потому что для меня это вообще, вот честно поверьте, ну не важно. Вот я не знаю, там может для кого-то важно, чтобы там Воу, Форбс, там такое-то место отролевали. Для меня это вообще абсолютно не важно. То есть, как бы, главное, что я знаю, сколько условно, если мы говорим про оценку компании, сколько она стоит. По нашей оценке в прошлом году вы примерно потеряли полтора миллиарда долларов. Вот с точки зрения психологии, каково это? Не заметила. Я понимаю, как ваши рейтинги формируются. Знаю, почему нас 22 место поставили, потому что после пожара в Шушарах, да. Вот честно, вот мне больше важно смотреть на финансовые показатели внутри нашей компании. Я вижу, что как бы мы растем, у нас растет оборот. Всегда были безубыточные компании, да, но у нас как бы это не секретка, об этом можно как бы, не знаю, там везде увидеть, какие у нас там взаимоотношения с банками, да. Мы постоянно короткими историями кредитуемся, потому что мы на эти деньги строимся. Эти там миллионы квадратных площадей, они из воздуха не получаются, да, и у меня нет никакой там сейфа там под подушкой, где я эти деньги достаю, вот эти миллиарды, которые мы вкладываем в экономику там страны. Есть история, что мы начали зарабатывать на финтехе, маленькие деньги покажутся, но тренд понятен, понятно, куда нам идти. Вот это для меня важно. А то, что как бы мне там кто-то пририсовал нолик либо убрал до тех пор, пока компания как бы, ну, она частная остается, ну, как бы, ну, господи, нет. Я достаточно, не то, что прям скромно живу, но я не слежу и не смотрю за тем, в каком месте я там в рейтинге нахожусь. Вот если как бы мне придут и скажут, Татьяна Владимировна, вы знаете, что-то у нас тут как бы просадка там пошла, там, по какой-то из стран, мы там вместо того, чтобы расти там X2, там начали расти там X1,5, я скажу, блин, пипец, давайте разбираться. Это для меня значимо. А если мне придут и скажут, Татьяна Владимировна, знаете, в 17 место на 22 поле, я скажу, ну, и что? Ну, как бы, ну, и что? Для меня это вообще не важно, честно, поймите, нет. Мне, соответственно, вот эти вот рейтинги тщеславия, они мне абсолютно не важны. Я как-то говорила в прошлом году, что я бы вот на самом деле, вы, по-моему, в такую историю и играете уже, то есть, да, вы делаете self-made список. Вот это крутой список, да. И я лучше бы мерилась тем, сколько ты вкладов унес как бы в развитие тех стран, в которых ты работаешь, чем сколько у тебя там, я не знаю, какое количество у тебя яхт там, т.д. и т.п. И сколько там твоя компания стоит на рынке. Ну, вот я как бы вот не про это. Кто-то из известных сказал, что если раньше измерялся вклад человека или вообще значимость человека его состоянием, то в ближайшее время эта метрика переместится в сторону импакта. Вы согласны с этим? Вот, я прям... Вот если вы мне скажете, что, Татьяна, вам обидно, что вы на 22-м месте вместо там 10-го или 17-го по импакту, я скажу, блин, очень обидно. Очень обидно. Я хочу быть там в топ-10, потому что это оценивает реальный твой вклад и пользу для человечества. В конечном итоге все мы хотим, чтобы после нас что-то осталось. И речь вот для меня это не про количество там нулей, которые стоят рядом с моей фамилией. Вот для меня вот за честь было бы участвовать в таком рейтинге, если вы его сделаете по количеству импакта, я вот прям буду рваться на первые места, обещаю. Как последние два года прошли в Элберес? Была такая картинка в 20-м году тоже в интернете, что типа, окей, ну вы столько нам говорили, что мы должны выйти из зоны комфорта, мы вышли, что дальше делать? А вторая картинка была, когда такая-то дверь, там написана зона комфорта, чувак тут орвется, говорит, пустите меня назад, я не хочу, да? Матрица. Классный пример матрицы. Помните, когда там человек попросил, он стал предателем, единственное, ради чего он предал, он сказал, можно я, пожалуйста, вот это все забуду, я хочу опять вот туда, в зону комфорта, не знать, что есть другая реальность, как бы вот. Ну, мне кажется, мы все живем в одинаковых условиях, когда уровень планирования, там, горизонт планирования сужается, но тем не менее, вот я вот, знаете, про себя там говорю, все говорят, какие там у вас качества, вот у меня качество, как я вот тоже за это все время поняла, что я не знаю, откуда у меня это, я всегда стремлюсь встать, вот как бы, сколько раз ты бы не упал, ты всегда должен найти точку опоры, я не люблю кризисы, никто не любит кризисы, это нормально, но я знаю, что любой кризис дает тебе шанс вырасти, и вот я для себя поняла, что мне нужно обязательно найти какую-то точку опоры, которая тебе поможет встать и дальше бежать. вот это вот то, что и вот про последние четыре года. В 20-м году во время пандемии была очень интересная роль, я ее очень хорошо и отчетливо помню, вы были таким неким урупором, что ли, интернет-торговой. Второе обращение к нашим покупателям и, в принципе, ко всем жителям нашей страны. Пожалуйста, оставайтесь дома. Мы, онлайн-ритейлеры, привезем вам и доставим в наши безопасные пункты выдачи все, что вам необходимо. Я кучу тогда на себя негатива получила из разряда, что Бакальчук там такая жадная, хочет под себя все забрать. Я говорю, блин, люди абсолютно не про это, абсолютно не про это. Я про то, что как бы у нас как бы, ну, проблема. Если мы сейчас не соберемся, не выработаем правильные решения, которые помогут выстоять не только нам, как компании, но и всем людям, для которых интернет-площадки были единственным источником как бы остаться на плаву и получать какие-то деньги, да, я говорю, я вот честно не про это. Вот поверьте, вот я про что угодно, но не про стяжательство, и по-моему, по мне это вообще видно, как бы, да. Вот как бы я за то, чтобы помочь, сделать что-то лучшее, как бы вот, не знаю, надеюсь, что мне сейчас вроде как все больше и больше удается людям доказывать, что я вообще там не про это, не про то, что там как бы деньги там в свой личный карман, а про лучшую жизнь для всех. Вот как бы, да, ну тогда я прям столько на себя негатива собрала, что вот я прям скрылась, спряталась, пожалуйста, не трогайте меня, вот не буду больше никогда брать там на себя какие-то вот такие вещи, потому что, как это называется, инициатива имеет инициатор, да, или как это называется. Конечно, на новой встрече меня уже никого не удивишь, но я все-таки попробую это сделать вместе с нашим надежным партнером в деловых коммуникациях платформой Салют Джаз. Сейчас расскажу вам о полезных функциях джаза на базе искусственного интеллекта, которые помогут ускорить и упростить деловые коммуникации, в том числе работу редакции Forbes. Например, журналистам часто сначала приходится расшифровывать интервью, а после писать по ним материалы. В Салют Джаз благодаря речевым технологиям платформы Салют Спич «Встроенная расшифровка звонков». Казалось бы, уже круто. По итогу звонков получаешь полный текст со всем, что было сказано. Но команда пошла дальше, и одной из первых на российском рынке интегрировала сервис с нейросетью GigaChat, чтобы добавить функцию автоматической суммаризации. Вы нажимаете всего одну кнопку, и сервис автоматически подготовит выжимку видеозвонка, собрав ключевые тезисы вашего разговора. Салют Джаз идеально подойдет для интервью, встреч с партнерами, совещаний с коллегами, презентации и обучения. Выбирая для общения Салют Джаз, вы можете сконцентрироваться на общении, а рутину делегировать искусственному интеллекту. Forbes бизнес-класс уже оценил все преимущества Салют Джаз. О хорошем, как говорится, хочется делиться. Мы попросили команду с Bird Devices сделать для наших зрителей особенное предложение. До конца июля при покупке годовой лицензии сервиса по промокоду Forbes вы можете получить год общения в подарок. Все условия акции по ссылке в описании к этому видео. У меня лично сложилось впечатление, что после нашей встречи с вами на Forbes-клубе у вас было огромное количество интервью и с РБК с нашими коллегами делали не только, и оффлайн выступлений. С чем это связано? Как вы можете это объяснить? Я сейчас понимаю, что я могу людям много принести пользы, общаясь с ними. И я вижу, что им это нужно. И я как человек тоже, как личность таким образом тоже эволюционирую. То есть на данном этапе мне кажется, что это нужно. Я, конечно, думаю, что слишком много вот этих всяких сейчас происходит историй, но это, знаете, оно накладывается одно на одно. Ваши коллеги с РБК сказали на Финополисе в прошлом году, они говорят, Татьяна, что, как у вас дела? А я как раз осень для себя приняла решение, что мне надо развернуться, перестать там прятаться как бы все, как бы пойти людям доносить свою точку зрения. Потому что я считаю, что люди про нас и про меня лично думают совсем не то, что я есть. Мне от этого было ужасно обидно. И вот я осенью приняла решение, что ну как бы хватит прятаться. Если у тебя есть незакрытый гештальт, тоже надо пойти и закрыть. Если тебя что-то триггерит, значит, иди и разберись с этим историей. Я тоже про это. Но я решила развернуться. И вот я помню, сидим мы, значит, перед Финополисом, и меня спрашивают там, ну как у вас дела, Татьяна? Я говорю, да вот нормально. Я говорю, решила, как бы наконец-то там, ну как бы приняла для себя решение идти в публичность. А она мне говорит, отлично, Татьяна, вы задолжали публичность, и публичность вас заждалась. Поэтому я думаю, вот это вот шквал вот этих вот, как бы вокруг меня там, да, это вот как раз следствие того, что очень долго был ты в закрытом состоянии, а сейчас как бы все как бы пытаются с тобой проговорить. Но плюс сюда накладывается та тема, что мы все-таки ездим, все равно продолжаем ездить в регионы, потому что я решаю и джарные там вопросы, да, там их никто не отменял. Ну и мне нравится на самом деле общаться с людьми, с предпринимателем. Я говорю, из каждой командировки я приезжу с вот таким вот ворохом и день, и мне все это хочется реализовать, реализовать, быстро-быстро все сделать. И причем, знаете, у меня в башке такое ощущение, что у меня тоже нетворкинг как бы идет. Я, например, в один город приехала, там что-то увидела, подумала, там, мне там говорят, вот такая вот история там, или я сама что-то увидела. Потом приезжая в другой, у меня раз в башке складываются эти две темы, тут же образовывается третья, четвертая, и как бы вот у меня вот в голове вот эти все проекты, они рано или поздно, они как бы вот под одной какой-то конкретный гриб здесь собирали, здесь вот как бы здесь кружок образовался и так далее. Ну вот, наверное, вот отвечая на вопрос, почему, наверное, потому что как бы долгое время было какое-то вот прятание, так скажем, от вот этой публичности, а сейчас как бы я вот развернулась, но сейчас это все устаканится, успокоится, плюс мы сейчас много людей новых выводим, хороших, тоже сейчас мы хотим зажигать вот эти вот звезды, давать людям возможность как-то там выходить, простраивать свои персональные бренды, то есть вот как бы такая вот... В интернете очень часто пишут и критикуют в Альберис от селлеров до владельцев ПВЗ, сотрудников складов, покупателей и так далее, но вот есть ощущение, что критиковать критикуют, но все равно не уходят. Смотрите, вот про критику, да, есть же эффект такой, что как бы когда тебе не за что критиковать, когда ты благодарен, ты это не напишешь, да, вот какая-то такая тема есть, что скорее всего, если тебе что-то неудобно или плохо, ты это пойдешь и выскажешь, а если ты хочешь поблагодарить, ты это не выскажешь. То есть как бы соотношение на самом деле, то, что мы растем и вокруг нас много как бы никто, как говорится, не уходит, да, это вот говорит про то, что как бы все-таки негатив это проценты, а позитив огромное количество, его там миллионы, но его как бы не видно. И то, что вокруг нас такое доброе народное творчество сформировалось, да, это вот тоже как бы, мне кажется, показывает, как люди к нам на самом деле относятся. Они нас любят. и мы вас любим, благодарны вообще. А история, которую я бы, наверное, захотела сейчас сказать, вот когда случились шушары, мы просто поразились, насколько люди все-таки благодарны нам и за то, что мы создали такую площадку, потому что столько было пожеланий, ВБ живи, и как бы мы готовы там помочь, не надо нам деньги возвращать и так далее. То есть, да, вот когда, конечно, ты там критикуешь, критикуешь, но при этом то, что как бы ты все равно, ну, как вот, не знаю, друг там или еще там в семье там, да, ты все равно как бы любишь, хочешь с этой компанией жить. Вот шушары, он показал, что на самом деле те же продавцы или там, ну, как бы, ПВЗшники, они нас любят. И на самом деле есть огромное количество, огромное количество селлеров вокруг нас, вот прям я с кем-то общалась в 22-м даже году или в 23-м, я не помню сейчас как бы, да, а она говорит, слушайте, вот те, кто вот ходит, вот это вот все говорит, они у них просто, их основная проблема в том, что их просто не слышат. Ну, вот у нас есть как бы истории, которые мы сейчас хотим тоже переделать с обратной связью. Мы над ней постоянно работаем, совершенствуемся. Огромная масса людей, которые с нами работают и зарабатывают с нами деньги, они не ходят. Ну, то есть потому, что они либо как бы, то есть они ходят тоже, но они не ходят вот так публично и не орут. Орут те, кто как бы не знает, как до нас достучаться и в принципе решить с нами вопрос, либо мошенники, потому что, к сожалению, мошенников тоже много и многие истории, которые у нас вот вокруг нас формируются, это ну как бы люди-мошенники, да, вот по большей части. Вот посмотрите на историю, когда с нами случается беда, например, с нами беда там не первый раз там, да, вот как бы происходит, люди вокруг нас сплачиваются. Это вот как раз доказательство того, как к нам на самом деле люди относятся. Про нас тоже там все говорили, что нужно отдать должное в адрес, это если они заметили свою ошибку, они откатывают без сожалений и быстро. Ну, то есть мы это, то, что происходит, это следствие быстрого роста. Вот вы как сказали, информационный вакуум, а вторая эта история, вот наша, да, там вот эти вот так, во-первых, это следствие быстрого роста, а во-вторых, это следствие того, что та экономика, к которой мы принадлежим, это новая история. Новая история. Вспомните, как бы, когда лошади менялись автомобилями, ручной труд заменялся машиной. Вот мы примерно про это же. То, что мы делаем, его не существовало в природе, и поэтому, конечно, много может быть, вот, не знаю, таких пробных вещей, про которые люди даже не понимают, что они должны быть. Мы визионеры. Визионеры, как бы, ну, не всегда понятно. А что для вас на рынке Якома, российском или мировом, бенчмарк? Ну, например, Амазон. На кого мы ориентируемся? Ориентируйтесь. Ну, с точки зрения масштаба, конечно, это Амазон и Али. Точно знаю, что есть сильные игроки, там, по-моему, Рокутен в Японии и наверняка в Корее есть. То есть, мы на них всех смотрим, но и опять-таки есть какие-то вещи, которые мы там простраиваем, ну, своим путем, как они там, например, что-то. Хотя мне кажется, что у нас все равно своя какая-то история уникальная. Ну, скорее всего, мы на них, знаете, как ориентируемся, как на бенчмарк, да, вы сказали, мы ориентируемся на них, как на масштаб бизнеса, на стоимость компании, на кольные обороты. Я вот, ну, чтобы время так не занимать, но могу сказать так по-быстрому, что во Франции мы были у партнеров, они говорят, вот смотрите, мы там с вами хорошо, красиво развиваемся, там растет оборот, бла-бла-бла. Вот мы вот столько у вас продаем, а вот столько мы продаем на Тимоле, а вот столько мы продаем на Амазоне. Я так быстренько посчитала, как бы, разницу в 400 раз. И ты сразу понимаешь, куда тебе нужно расти. Я хотел процитировать совладельца ДНС, Дмитрия Алексеева, он однажды сказал, цитата, секрет успеха онлайн-бизнеса в России, быть как можно офлайнером. Да, я знаю эту историю, это да, так и есть, но это было, к примеру, актуально на тот момент, когда мы начали делать там ПВЗ, и я помню в Фейсбуке кто-то там тогда пошутил, что мы поняли стратегию Вайлдберрис, они хотят, чтобы ПВЗ был не просто на каждой улице, а в каждом доме, в каждом подъезде. Ну мы же собираем всякие вот эти мемасики про себя там, да, это как коллекция у нас уже скоро будет, как, например, там, по-моему, Павел Воля сказал, что мне тоже очень понравилось, что вы видели когда-нибудь машинки Вайлдберрис там на улицах города? Не видели? Вот Озон есть, Яндекс есть, там Сбер, там еще все, а Вайлдберрис нету. Даже такая пауза, он говорит, такое ощущение, что они товары в свои ПВЗ доставляют прямиком из ада. Хоть кто-нибудь видел, чтобы по Москве ехал грузовик Вайлдберрис? Их нет. А как товары попадают в пункты выдачи? Через землю из ада. Это же смешно, как бы, да? Вот мы такие вещи коллекционируем, как такие перлы, но сейчас, ну вот как бы, это в принципе везде видно, то есть мы сейчас как бы переходим все-таки в другую историю, да, секрет онлайного бизнеса быть как можно больше оффлайновым, да, но эта история потихоньку уходит, и мы все-таки сейчас больше шагаем именно в, ну не знаю, кто-то это называет там облачными там решениями, кто-то платформенными решениями, то есть мы все-таки сейчас приземлившись как можно сильнее вот в оффлайне, мы сейчас как бы оторвав, ну как вот, получив платформу и основу в оффлайне, мы сейчас как бы больше будем, это прям видно по всем нашим как бы игрокам на рынке, мы сейчас больше уходим вот именно в онлайн-историю, ну мы по крайней мере точно туда пойдем, вот как бы, вот имея четвертую основу под ногами. У меня было ощущение, что мы настолько воздушные, эфемерные, что мы как прикатит поле, а нам нужно заземлиться. Ну вот, собственно говоря, мы сейчас очень сильно заземляемся, мы сейчас, наверное, крупнейший там, наверное, оператор по застройке складской недвижимости там в стране, и к нам уже с рынка приходят ребята и просят для них там что-то построить, то есть все, мы как бы заземлились, и этот процесс еще не завершен, но понятно, куда мы там идем, и вот сейчас уже нужно пытаться как-то опять возвращаться вот в эту вот историю, которая в воздухе. Я вообще считаю, что российский E-ком это уникальная история, но, по крайней мере, я других таких примеров не знаю, когда на самом деле конкуренция, конкуренция сильных игроков, каждый пришел со своим бэкграундом, и я не буду сейчас ничего озвучивать, чтобы не подсказать нашим конкурентам, но они и так все знают, какие у них сильные стороны, какие слабые. Я вот вижу, что у основных игроков, вот у каждого, у каждого из игроков есть огромный бэкграунд, его сильные стороны, с которыми он пришел в E-ком, и это реально, если вот так вот абстрагироваться, потом, я думаю, по развитию E-кома в России можно будет написать учебники, это будут классные учебники, или там, как минимум, книги, бизнес-литература, да, как развивался становление E-кома в России. Это уникальная история, это очень прикольно. Вот знаете, когда был ковид, референс просто, ну, не референс, а как бы, да, аналогию проведу, был ковид, и то ли анекдот был, то ли реально кто-то вот из знакомых сказал, что, по-моему, даже этот человек был в Питере, какой-то академик, ну, не какой-то, доктор, может, медицинских наук или еще кто-то, и он говорит, вот, я сейчас испытываю такие смешанные чувства, с одной стороны, я в ужасе, нахожусь как человек, да, потому что ты попал в эпицентр такой темы, где ты не знаешь, будешь ты жив завтра или нет, будут ли живы твои там близкие, а с другой стороны, как ученый, я пребываю в таком кайфе, потому что я вижу, как то, про что я читал в учебниках, происходит на твоих глазах. Вот я сейчас, почему хочу сказать эту аналогию, то есть, да, вот с одной стороны, нам, конечно, очень тяжело, ну, как бы, не то, что тяжело, но, как бы, всем нравится быть в зоне комфорта, да, так условно, когда у тебя это пребывание в зоне комфорта не заканчивается, уже там четвертый год, ну, как-то уже хочется пустить меня назад, а с другой стороны, ты понимаешь, что ты живешь в истории, вот именно развития российского ЕКОМа, и какая-то классная тема, если вот смотреть на это, как, я не знаю, там, не знаю, преподаватель там или кандидат там экономических наук, как это классно смотреть, вот это все наблюдать, и какая классная потом получится, там, не знаю, книга или еще что-то, или мы даже целый курс, вот именно про становление, если бы я была бы преподавателем высшей школы экономики, по экономике, я бы с таким сейчас удовольствием за всем этим наблюдала, но поскольку я являюсь там одним из руководителей непосредственно участников этих событий, конечно, мне как-то, ну, да, двойственное вот это ощущение, с одной стороны, ты как воспринимаешь это как участник, а с другой стороны, ты можешь посмотреть на это с точки зрения вот именно истории, которая в будущем уже будет написана, это очень интересный временал сейчас происходит, очень, вы абсолютно правы, у нас у каждого свой бэкграунд, и у каждого простроится своим путем, и это вот прям, не знаю, покупайте попкорн и смотрите, мне кажется, очень интересно. Вы много говорите про конкурентов, как вы к ним относитесь, и какие у вас отношения? С огромным уважением мы относимся, и я лично, к конкурентам, и мы их не считаем, на самом деле, конкурентами, мы считаем как бы равноправными, равноценными, в чем-то, опять повторюсь, у каждого есть своя сильная сторона, игроками на рынке. И вообще за здоровую конкуренцию, когда мне задают этот вопрос, я всегда говорю, конкуренты – это счастье. Не было бы конкурентов, не было бы российского E-кома. То есть мы дружим, мы очень хорошо дружим с Яндексом, с Азоном, не буду назвать фамилии, надеюсь, что будем дружить и с Авито. С ВК у нас тоже хорошее отношение, но ВК, наверное, он сюда пока не входит, да, они тоже простроятся, потому что у них там тоже впереди большая история с точки зрения E-комерса, если они туда пойдут. Ну, со Сбером мы тоже уважительно с ними относимся, у нас с ними взаимодействие и в плане нас, как их клиента. У нас есть пятерка, и мы создали уже ассоциацию, это вот мы, Озон, Авито, Яндекс, Сбер. Вот со всеми у нас с ними хорошее отношение, кроме Авито, потому что мы еще просто с ними как бы, ну, не общались лично. Ну, в смысле, мы общаемся на каких-то совещаниях, но так вот, чтобы там пойти, не знаю, там, позавтракать, такого у нас еще не было, я думаю, что все впереди. Уважительно мы относимся к конкуренту. Вот на данный момент на чем строится ваша маркетинговая стратегия? Это агрессивные, яркие пуши, вечные скидки или что-то еще? Вечные скидки. Ну, вот лично я получаю постоянное уведомление в день, три-четыре раза, я являюсь активным пользователем. Ну, это моя боль, как бы такая, я хочу, конечно, немножко перестроить эту историю, вот. Ну, пока что, да, пусть будет так. Пуши, агрессивные, вечные скидки. Нет, мы на самом деле сейчас меняем свою историю, и я думаю, что огромное количество народного творчества, которое вокруг нас уже стихийно самообразовалось, это тоже такая хорошая история, которая работает как крутая маркетинговая компания. Нет, мы сейчас вот как раз вот серьезно занимаемся этой темой, набираем народ. Вот. Опять-таки, если у кого-то есть желание поработать в Wildberries и показать, как надо правильно выстраивать маркетинг или маркетинг, пожалуйста, приходите к нам. У нас есть платформа, которая называется VB Team, там выложены все вакансии, и, по-моему, там даже есть тема, когда ты можешь оставить свое предложение и сказать, ребята, прособеседуйте меня, я знаю точно, что вам нужно поделать. Вот. Ну, да, мы сейчас занимаемся этой темой. Я думаю, любое, любая, точно знаю, что поскольку любая история, которой мы касаемся и понимаем, что она нам нужна, мы там точно выходим своим уникальным путем на классные результаты. То есть, поскольку мы сейчас задумываемся на тему маркетинга или маркетинга, то есть, как бы, она уже у нас идет, уже выстраивается. Это, знаете, как айсберг, да? Пока что еще верхушка над уровнем моря. видна, но, может быть, не настолько заметна. Поверьте, мы вот этим темой занимаемся как минимум очень плотно год. У нас есть огромная команда креативщиков. Я не знаю, сколько их уже там человек, но несколько десятков. Вот. И занимаемся вот этим брендом, брендингом на всех уровнях, начиная там от наших складов, заканчивая, соответственно, взаимодействием с покупателями. Скоро-скоро айсберг будет очень хорошо заметен над уровнем моря. Продолжая тему маркетинга, рекламы, есть ощущение, что Велберест не использует успешные практики конкурентов того же Озона и других. Или я ошибаюсь? Я опять скажу, что у каждого свой путь, и почему наличие конкурентов это всегда хорошо, потому что ты смотришь на них, а они смотрят на тебя. Например, у нас был шикарный кейс маркетинга, в котором мы не думали, что это маркетинг, но в итоге он оказался таким, это пакетик ВБ. Мы сейчас видим, что Озон идет по той же истории. Мы на самом деле сейчас видим, что нам нужно увеличивать свое присутствие в пространстве, сейчас этим занимаемся. А какие, кстати, кейсы, подскажите, может это даже офф-топ. Какие кейсы у нас делают наши конкуренты, которые мы не используем? Некоторые из них вы уже озвучили, но вот Озон, проезжая по городу, ты всегда везде видишь, например, в виде автомобилей и так далее. В интернет-рекламе ты часто видишь... Мы думаем в сторону автомобилей, да. Различные коллаборации с блогерами, например, соцсети активно развивают. Тоже уже есть эта история у нас, мы тоже в нее идем. Все, понял. Если что-то вы увидите, что мы не делаем, напишите, пожалуйста. По вашему мнению, почему стратегия Вайлберис выстрелила? Почему стратегия Вайлберис выстрелила? Ну, наверное, потому что мы идем своим путем. Мне тут говорят, что вообще компания условно там может быть даже в чем-то отражение меня как человека, как моих там, не знаю, отношений моего к миру. Пока что я с этой идеей не свыклась, я все-таки считаю, что это, наверное, знаете, отражение не меня, а отражение как раз вот команды всех тех людей, которые делают Вайлберис. Просто с одной стороны можно рассказывать, какая у нас классная команда, с другой стороны наверняка найдутся люди, которые скажут, что в команде работать очень сложно и будут правы идти и другие. То есть, видимо, за это время мы научились как-то подбирать тех людей, вернее, не мы научились, а люди сами к нам те приходят, которым интересно жить именно в нашем ритме. И мы прям вот это вот очень сейчас ощущаем, потому что мы все как, ну, не как единый организм, но очень во многом схожи. И идеи и так далее. То есть, вот этот вот дух, который, мне кажется, свойственен всем IT-компаниям, когда ты готов, не знаю, 24 на 7 погружаться и вот тебя драйвит, 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 и нам нужно вообще даже людей как-то, чтобы они не выгорали. Мы вот сейчас делаем разные там истории, по-разному они называются, кто там называет точки протяжения ВБ, кто-то там ВБ-центры или еще что-то. Вот. Сейчас вот огромное время будем уделять и ресурсы на вот создание вот этой вот истории для наших сотрудников, потому что мы понимаем, что мы хотим как раз, чтобы они тоже горели, как и мы, как основной костяк компании. Вот. А с другой стороны, хочется, чтобы они не выгорали, и поэтому вот думаем над этой концепцией, как работать, не работая. Ну, то есть жить, короче, вместе. и я раньше думала, что вот эта тема модная была work-life balance, я думала, это как раз про баланс, когда ты вместе живешь и работаешь, а потом узнала, что ты наоборот, когда ты отстраиваешься, отделяешь работу от жизни, но вот это не про нас. Для меня work-life balance это когда как раз ты вместе живешь, вместе работаешь, вместе творишь, и вместе бежишь. Но она, да, подходит не всем, вот остаются те, кто вот сильные и стойкие духом, у кого глаза горят постоянно, и хочется, и руки чешутся, что-нибудь хорошее, классное делать. Ну, наверное, можно, да, сказать, что с одной стороны стратегия вайберс это наша собственная выстраданная, так и есть, потому что мы к ней пришли своим путем, без всяких коучей и так далее. Единственное, что много книжек вроде как читаем, но сейчас вот общаемся с профессионалами в плане простроения там HR-бренда, миссии, ценности и так далее, ну, скорее всего, просто как внешних историй, у которых можно подумать, себя там как-то сопоставить. А с другой стороны, я вижу, что та философия, которая есть внутри нашей команды и компании, она, ну, с какой-то степень не уникальна. Конечно, в каждой компании она притворяется, реализуется по-своему, но плюс-минус, как бы, есть схожие истории, но, например, та же самая холократия, да, или вот мы для себя сейчас открыли книжку, мне друг подарил ее, я ее сейчас хожу, новая Библия, там, для HR-а, восхождение по спирали, тоже очень классная история. Вот. В свое время Адизес очень мне понравился. Вот я прям помню, что сидела на его семинарах, ну, не у него конкретно, а у его команды, и они так все рассказывают, и я такая, господи, вот я прям реально так и думаю, если бы я знала все это там энное время назад, я бы, наверное, так сильно не нервничала, настолько, ну, потому что я бы понимала, что ничего страшного, все через это проходят, а потом на следующее утро я проснулась и подумала, нет, как бы, хорошо, что я не знала, потому что, что дает то, что ты не знаешь про то, что там, про твой жизненный путь, в компании уже написаны книги, это дает то, что ты сам доходишь до всего сам, и все вот эти вот ошибки, все эти достижения, выводы и решения, которые ты приходишь, выстраивая коллектив, там, команду, компанию, это твои собственные, ну, понимаете, да, что ребенок не может научиться ходить, когда ему там расскажут, ходи так, не так, он должен сам попадать, понять, пословить баланс, понятно, что все люди ходят одинаково, но каждый учится ходить сам, вот про вот это, наверное, такое вот, сравнение вот такое, наверное. Как вам кажется, какое ключевое решение за эти 20 лет позволило Wildberries стать успешными? Не могу назвать одно, и думаю, никто в команде не назовет, потому что это много разных решений, то есть свое, в одно время мы там, допустим, приняли решение перейти от работы с каталогами на то, что мы сами будем закупаться, потом, это уже как бы, то есть есть решение, которые, да, crucial, а есть решения, которые идут в зависимости от этого crucial решения основного, то есть если, когда мы приняли решение, что мы хотим сами работать, то есть возникла необходимость создавать тот же контент, который мы раньше забирали в каталогах. Дальше это как бы вот простраивается история, что ты там создаешь студию, контент, там троллевали, это уже как бы решение, которое стекает с глобального решения. У меня мой папа однажды мне сказал, что сложно было придумать сам принцип телевизора, а то, что телевизоры будут тонкими, вешаться на стенки, сворачиваться в трубочки, т.д. это уже говорит как бы это само собой разумеющееся, да. Вот примерно так же, да. Второй такой crucial момент был, наверное, это когда мы приняли решение, что мы будем сами строить свою логистику. Дальше как бы тоже все, что произошло с тем, что нас привело на первое место среди логистических компаний страны в ЕКОМе и как бы один из топовых компаний там в принципе в стране по логистике, это все вот исходя из вот этого решения было сделано. Следующий crucial момент это, наверное, был когда мы решили поменять систему работы с нашими партнерами и перешли на систему ну как там маркетплейсов там что ли сказать, да. Ну, дальше была история про то, что мы начали строить взаимоотношения с регионами, странами, пытаться найти то, чем мы можем быть им полезными. Это уже моя история как бы, да. Да, вот это тоже крушил такой момент. Что там будет дальше я пока не знаю, потому что вот, например, вся наша там тема, что мы к регионам приходим и предлагаем им разные темы, там, начиная от спорта, заканчивая образованием и так далее, это все вот следствие того, чем ты можешь быть полезен региону, стране, в которую ты приходишь. Это вот как бы, что будет дальше пока непонятно, но тоже наверняка будет какой-то такой поворотный момент. Ну, попутно есть много разных историй про то, что там финтех, то, что был ковид, и мы фактически там за две недели, я вообще считаю, что это очень мечтаю, что у нас все-таки в России простроится и прям даже знаю. Я вот, знаете, очень люблю ездить по регионам, в принципе, с людьми общаться, потому что у тебя прямо в моменте рождается очень много крутых бизнес-историй. Я точно знаю, что будем уже там 3-4, есть разные, но не то, что команды, скажем, даже с разных там отраслей, люди, которые тоже верят в эту тему. То есть я хочу, чтобы у нас была своя русская школа бизнеса, если так назвать. Это не здание, а вот именно про условный там свой собственный русский там, ну, MBA, не MBA, короче, в общем, своя мысль бизнеса. Финтех мы вот тоже начали там строить, или вот эта вот там история, это все тоже какие-то такие моменты, которые, ну, тоже можно их назвать крушел, но они, скорее всего, не совсем крушил, потому что, в принципе, все идут в финтех, да, то есть как бы мы туда логично идем, вот, ну, есть какие-то поворотные вехи, которые, вот, можно сказать, как-то влияли на простроение не только нашей компании, но, как мы сейчас узнаем, и вообще на простроение e-commerce в России, потому что многие вещи, которые сейчас считаются просто обыденными, например, те же самые там пункты выдачи, это, ну, как бы мы придумали. Отдельно хотелось бы поговорить про бизнес-структуру, Вайлберис, вот как она сейчас выглядит? Вы говорили до этого о холократии, немного о демократии и так далее, что это значит? Мы вот сейчас как раз находимся в таком, не знаю, бульоне идей, мы собираем с разных сторон то, что отражает нас, но, да, нам очень близка история с бирюзовостью, но сейчас уже оказывается, что бирюзовость это, ну, вообще какой-то там детский, можно сказать, этап, сейчас модно, ну, не модно, а вот, скажем, эволюционировала история структуры компании до холократии, есть, ну, компания в России, это точка банк, по-моему, называется, которые говорят, что холократия, это у них уже как есть, Яндекс, мне кажется, тоже, вот мы хотим тоже посмотреть, что они там делают, может быть, вкусвилл, вот, еще какие-то команды, которые, может быть, маленькие, но они проповедуют эту историю, то есть вот мы, да, сейчас вот простраиваем тему с холократией. Опять-таки, ну, как бы вот, про что я говорю, сначала сказала, что все шишки и ошибки и свои достижения, это результат твоих собственных, как бы, шагов, вот мы к холократии или к чему там, не знаю, какой-нибудь кратии пришли сами, то есть, принимая какие-то решения, ну, например, вот принцип вот KPI, да, то есть, когда мы начали применять, мы даже не знаем, что есть такое понятие, как KPI, а у нас KPI там, ну, чуть ли там, не в самом начале, ну, не в самом начале, но в первые десятки лет, он у нас был незыблемой темой, опять-таки, основанной на том, что нам нужно было, мы же развивались на свои всегда, и нам нужно было максимально эффективное решение найти, и то, что у нас KPI, мне кажется, одним из первых в стране появился у каждого сотрудника, вот именно не офисного, это понятная история, вот у каждого платформенного занято, как это мы сейчас называем, когда понятия платформенной занятости не было тоже. Это вот я считаю, что это наша собственная история, которую Владислав придумал, вот, а потом появилась история с Agile, это тоже как бы решение было Влада, как мне кажется, да, потому что, то есть у нас образовалась IT-история, даже может быть не Влада, может быть команда, у нас на тот момент уже были айтишники, другие сильные, вот, как бы, то есть мы в какой-то момент поняли, что вот эта вот история, когда айтишники считают там себя новой элитой и там говорят, ну, как тоже, да, анекдот, типа там, слушай, ты не парься, не надо ничего делать, иди спроси у бизнеса ТЗ, вот честно, можешь, когда получишь ТЗ, просто не париться, две недели походи, они тебе ТЗ поменяют, а потом еще через месяц они скажут, все, ТЗ это не нужно делать, но ты молодец как бы будешь, да, но это анекдот про айтишников, но так оно и есть, вот, и мы просто команду всю разделили на части, раздали по кускам бизнеса, а потом через там энное количество лет мы узнали, что этот принцип называется agile, вот, и мы такие, вау, круто, а мы и не знали, ну, понятное дело, что он не совсем тот agile, который как подразумевается под agile, точно так же, как когда, я помню, с кем-то встречалась, параллельный проект там хотели сделать по образованию, и я ей говорю, ну, слушай, иди пойди спроси вот у того, у того, и она потом в сердцах, не поняв, как работать с нашей командой, сказала, слушайте, настолько бирюзовой компании я еще не видела, и мы начали говорить, о, мы бирюзовая команда, бирюзовая компания, а нам с рынка начало прилетать, да, какая вы бирюзовая команда, когда у вас вот это, вот это, вот это не бирюзовая, то есть как бы вот, ну, у каждой команды, у каждой компании, наверное, принцип ее бирюзовости, он как-то сам, тоже, как говорится, agile, вот, применяется и трансформируется, это как раз вот, как каждый ребенок ходит, как обычный человек, то все люди ходят, хождение, но каждый ходит сам, и каждый в итоге, исходя из своих там особенностей, ну, я не знаю, кто-то там может, у кого-то банально там, я не знаю, как это называется там, когда у тебя плоскостопие там, например, или еще что-то, да, там, все-все-все вот эту систему прямо хождения, каждый применяет на себя сам, вот так же и компания, то есть есть общие принципы, по которым строятся холократические компании или бирюзовые, но каждая компания, пропуская эти принципы через себя, выдает свой собственный продукт, свой собственный образец бирюзовости и холократии. Но мы вот, да, мы сейчас вот склоняемся к тому, что холократия, мы очень рады, что есть вот, прям не просто тебе говорят бирюзовостью что-то там про вижен, а конкретно говорят, как выстраивать эти холократию, что там есть круги, как эти круги между собой взаимодействуют, где зона ответственности, и как что в каждом круге есть как бы два, ну, лидера, так скажем, да, один из них, который обязательно должен брать на себя организационный функционал, потому что основная слабость любой бирюзовой организации это вот отсутствие вот такого стержня, то есть как бы, это когда тебе, условно, я тоже сравниваю это с джином, то есть как бы бирюзовость дает любому сотруднику ощущение, что он джин. Он может сделать все, что угодно, у него нет никаких потолков, то есть он чувствует себя всемогущим, но они забывают, что у любого джина должны быть вот эти вот, да, браслеты, которые, то есть я это называю как бы ответственность. Я не знаю, кстати, мне вот что-то кажется, что в моменте наверняка в каком-то там из учебника по холократии прямо есть вот эта история, что ты чувствуешь себя могущим, все, что ты можешь, но ты должен понимать, что у тебя есть ответственность за твои решения. И вот мне кажется, что одна из бед, одна из слабостей компании, которая считается бирюзовым и холократическим, это то, что люди не понимают, что у тебя есть власть, у тебя есть как бы полномочия, но ты должен понимать, что ты несешь за свои решения и ответственность. Очень интересно, вот пытаемся этим тоже заниматься параллельно с решением всех операционных задач, но классная тема. Спасибо. Отдельно я хотел поговорить про команду. Вот в вашем понимании касательно команды инхаус или все-таки аутсорс? Какой путь выбирает Валберис? Инхаус, в основном инхаус, но да, с аутсорсом у нас пока что не очень получается, но видимо потому, что те вещи, которые мы делаем, их в принципе на рынке, наверное, не существует, то, что нам нужно. Если мы видим, так скажем, хорошую аутсорсную историю, ну я, например, вот по другой там теме не про разработку, а, например, про идеи, вот буквально тут были недавно в одном из городов и буду называть каком и кого мы там хотим там похантить, но обычно, когда ты видишь классных ребят, ты им говоришь, ребят, приходите к нам, давайте работать вместе. У нас нет пока что опыта успешного такого глобального сотрудничества с наружными компаниями, аутсорсом, да, но почему бы нет? Ну, наверное, знаете, как я скажу, мы умеем создавать платформы и фактически платформы это как раз вот такая история, когда ты привлекаешь внешних, ну, исполнителей или бизнеса, да, при этом создавая для них софт непосредственный свой. Взаимодействие по теме, что мы привлекаем внешних разработчиков, у нас как бы есть одна, но я не уверена, что она как бы получилась, но мы, я думаю, в эту сторону тоже придем, потому что рано или поздно ты понимаешь, что ты не можешь там скакать одновременно там на ста лошадях, да, кто-то должен рядом быть, развиваться. Как вы выстраиваете корпоративную культуру, исходя из этого? И вот в данный момент, насколько я знаю, в Элберис работают огромное количество человек. Это сколько? Да, огромное количество человек у нас. Сколько? Я не знаю, не могу сказать точно, если мы говорим про людей, которые делают в Элберис, их точно. Мы когда себе в прошлом году поставили задачку увеличивать количество вот таких вот ВБ-думателей, так скажем, да, там, ВБ-делателей, у нас было, по-моему, в офисе полторы тысячи человек. Сейчас, насколько я знаю, ну, год еще не закончится, мы где-то летом начали над чем задуматься. Их, по-моему, что-то в районе шести тысяч. Ну, то есть, это колоссальное увеличение. И здесь есть тоже свои сложности, потому что мы стараемся хантить лучших людей. Вот, как бы, они приходят со своей религией, а мы им говорим, чуваки, вы классные, мы вас отобрали, не знаю, там, в забеге, как лучших, а теперь вы должны понять, что вы такие же, как все. Не все с этим согласны, многие ломаются, вот, ну, как бы выживают и переживаются именно те, которые нам нужны. Но задача, вот, условно, когда ты маленькой толпой, там, полторы тысячи человек, пытаешься поглотить шесть тысяч человек, это, конечно, очень тяжелая история. Ну, более-менее, но зато нам это дает, знаете, какое нам дает? Любой, вот мне что нравится? Я люблю в любых там, конечно, я не люблю, когда тебя постоянные зоны комфорта выбивают, когда у тебя создается вот эта вот история, что какая-то проблема, и ты находишь пути ее решения, ты прям вот растешь. Вот эта тема, когда полторы тысячи человек принимают в себя четыре тысячи человек, она подтолкнула нас как раз к тому, что нам же всех нужно приземлить, как-то объяснить им, и вот она нас подтолкнула как раз к тому, что мы наконец как бы сели, и вот уже там в процессе, там тоже где-то летом мы начали историю, понимать, кто такие Вайлдберрис, что такое ДНК Вайлдберрис, какие характерные черты должны быть у сотрудника Вайлдберрис, миссии компании, и вот мы как раз, вот нас это подтолкнуло наконец заняться вот этой историей, так что это тоже очень хороший вызов, который мы отрабатываем. Считается, что бизнес строить с друзьями и с семьей, но это не очень хорошая идея, но вот у вас как-то получается, можете рассказать как? Мне кажется, это долгая такая история, может быть, мы даже когда-нибудь запишем в ближайшее время там интервью на двоих, оставим это на потом. Сразу скажу, что как бы вовсе, как бы, ну как любая история, нету такого, что вот зашибись там, цветочки и так далее, и вообще как бы ни единого раза не было никаких там трений и так далее. Это не так, но то, что как бы компании 20 лет, а мы все еще бизнес-партнеры с Владиславом, ну, наверное, это тоже говорит о том, что как-то вот нам удается находить консенсус. Но мы сейчас на самом деле хотим выстраивать немножко другую историю, как раз она имеет отношение к холократии, вернее, она уже у нас есть, вот у нас тут недавно приходили ребята с книжки вот этой, которая восхождение по спирали, они вот все время, вы лица, принимающие решения, мы говорим, нет, нет вы лица, принимающие решения, мы нет. Владислав говорит, мы уже вам пятый раз говорим, что не мы лица, которые принимают решения в компании. Если бы мы были лицами, которые принимают решения в компании, компания в адберсе никогда не была бы такого размера. Мы за то, чтобы как бы решение принималось не двумя людьми, это очень плохо, у нас как бы и нет такого, что как бы решение принимается двумя людьми. У нас коллективный разум, мы как бы, у нас много людей, которые придумывают, генерят идеи и так далее, и это благо, почитайте любую книжку, там, я не знаю, про узкие места в росте компании, в становлении компании, про вот эти вот построенные на века и так далее, про ловушку там основателя, вы все поймете. Там все ответы есть. Спасибо. С одной стороны, для вас деньги не являются ключевой мотивацией. С другой стороны, вы не хотите оставить детям большое состояние, вы неоднократно об этом говорили. С третьей, компания в данный момент не является публичной, и насколько я понимаю, планов выводить на IPO ее тоже нет. Вопрос, в чем, конечно, цель? Куда вы стремитесь? Мы хотим стать самой крутой компанией мира. Деньги и, не знаю, там, возможности, которые ты получаешь, это показатель, скорее того, что где-то было такое высказывание, что деньги – это не цель, это показатель, маркер, по которому ты определяешь, правильным путем ведешь или нет. Наверное, вот так. То есть мы хотим, ну, как бы, если говорить про компанию, то есть, как бы, да, глобально мы хотим, ну, быть одной, ну, не самой, конечно, там, большой, одной из таких компаний, которые впишутся, знаете, в историю. Вот все знают Ford. История? Все знают Toyota, все знают Amazon. Я хочу, чтобы в Альберис тоже было вписано в мировую историю. А как человек, я хочу, вот как человек, я хочу, чтобы, ну, вот, есть у меня возможность сделать жизнь лучше людей, я буду это делать. Я сейчас не про красивые вообще абсолютно слова, но я реально, то есть меня драйвит то, что я, делаю вокруг себя мир лучше. Не знаю, звучит это пафосно, не пафосно, я так чувствую. Я знаю, что я могу что-то сделать, чтобы, ну, как бы, что-то улучшить вокруг себя, процессы там, подсказать человеку какую-то идею, там, я не знаю, кого-то зарядить, там, я не знаю, еще там что-то, кому-то помочь. Вот, как бы, я это делаю, то есть у меня такая история, философия. Ну, конечно, деньги, это, как бы, знаете, это средство для того, чтобы ты условно, там, банально. Пример сейчас скажу, то есть я, как бы, всегда там, мне там, да, там, троллят, там, вот, допустим, вы что, экономы летаете? Я говорю, ну, да, а что такого-то, как бы, это, я говорю, я не аскет, и я не буду, если, как бы, я лететь, мне там, условно, там, 9 часов, конечно, я возьму бизнес, ну, по возможности, возьму бизнес за мили, да, там, потому что я много летаю, у меня много миль. Я не про то, что, вот там, не знаю, спать там на диване, кто-то там из западных, там, показывает, что у него там нет квартиры, и так далее, он спит там на каком-то продавленном матрасе, я не про это, да, я про рациональность, как бы, да, и не надо мне из меня там делать вот аскета, который тут там эконом улетает, как бы, да, есть возможность, я буду летать не эконом. А ребята, мне тут, у меня просто тут командировок было 5 за неделю, и я накануне, как бы, сломалась, короче, под капельниц там пару дней полежала, они мне сказали, все, короче, Татьяна Владимировна, что хотите делать, но, как бы, больше мы экономом там не летаем. Я говорю, блин, ну, не очень хорошо. Они мне говорят, если какие-то там проблемы у кого-то будут, то есть, вы нам нужны, вам надо себя беречь, в общем, поэтому, как бы, давайте каждый раз будем, я говорю, ну, ладно, теперь будем каждый раз сражаться и думать, как бы, лететь мне бизнесом, либо экономом. Я сейчас вот, кстати, такую же философию просто на команду свою переношу, которая много летает, и, в общем, ну, короче, ну, знаете, когда тебя догоняют на кабриолете твои продавцы, наверное, ты можешь иногда себе позволить летать бизнесом. Такая философия. Татьяна, спасибо вам большое за интересный, откровенный, содержательный разговор, получила огромное удовольствие от общения с вами. Мне тоже было приятно с вами общаться. Спасибо. Идем. Спасибо.